МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Библиотека номер 21 Татьяна Богатырева, здравствуйте. И методист Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Инна Ямщикова, здравствуйте. Здравствуйте. Какое ближайшее событие из всех анонсируемых произойдет? Ближайшая ночь Гарри Поттера. Библиотека номер 21. Где вы располагаетесь территориально, чтобы напомнить? Кировский район, улица Георгия Димитрова, дом 7. Почему вас заинтересовал, привлек, притянул персонаж Гарри Поттера? И это мероприятие, оно больше рассчитано на детскую аудиторию? Или, в принципе, можно приходить и взрослым? Отнюдь. Поклонники Гарри Поттера совершенно неограничены возрастом. Это начиная от младших классов. Ребятишки читают, кончая взрослыми, бабушками и дедушками. Это берет книгу ребенок, но не факт, что там не читает мама с папой. Потому что они потом приходят и говорят, дайте мне вторую книжечку, пожалуйста. А сколько всего книг уже вышло? Вышло семь книг. Уже семь. Ну, вот совсем недавно написала еще одну пьесу. Ну, вот пока больше не предвидится, но не факт. Может быть, напишет что-то еще. Как персонаж Гарри Поттер, вот все-таки хочется на нем остановиться подробнее, что он из себя представляет? Для детей мы привыкли, что в сказках и таких вот приключенческих герои такие яркие, интересные, чем-то притягательные. Вот он и привлекательен как раз этим. Чем? Потому что это такая современная волшебная сказка. Это такой современный Иванушку-дурачок. Вот видите, какая аналогия. Да, с волшебной палочкой. А я думаю, ну чем же вот для российских ребят, детей, может быть, интересен такой персонаж? Оказывается, все-таки связь. Нет, волшебный мир, он интересен. Почему это российские ребята? Он интересен всем. Это любому ребенку. Нужно волшебство. Обязательно должна быть капелька волшебства, капелька страшинки. Все помним, да, в детстве, так, темное одеяло, фонарик, рассказываем о страшилке. Вот там тоже это есть. Это нельзя отнять у ребенка. Это определенный этап развития. Вот этим все интересно. Волшебство, тайна, страшилка. Ну и самое главное, что добро-то побеждает зло. Самая главная история всех волшебных сказок, всех волшебных историй. Добро обязательно должно победить зло. Но тут уже такой современный момент, тут уже много магии, тут уже много современных каких-то таких штучек. Конечно, не Иванус Кудрачок, конечно, уже такой продвинутый Иванус Кудрачок. Понятно. Вы сказали много современных штучек. И в библиотеках наших, городских, тоже происходит такая модернизация работы над совершенствами. Совершенно другая система. Появляются работы с посетителями, с читателями. И вообще с мероприятиями, да, они предстают совершенно по-другому. Как этот процесс происходит? В связи с чем, Ирина Александровна? Ну, в связи с много... Так скажем, с шагом в ногу со временем. Технический прогресс не обходит и библиотеки тоже. Поэтому и QR-коды, и электронные библиотеки, конечно же, не обходят. И нас, и Самарская муниципальная информационная библиотечная система идет в ногу со временем. Что меняется прежде всего в самих библиотеках для посетителей и читателей? Вот что нового? Меняется пространство в библиотеке. Оно становится более свободным. Если раньше там было ни кричи, ни шуми, тише, в библиотеках не шумят, то сейчас это свободная зона комфорта. Посетитель приходит и чувствует себя желанным. И может быть передвигаться свободно в полном пространстве. Захочет воспользоваться интернетом – пожалуйста. Захочет почитать книжку – пожалуйста. То есть свободная зона комфорта. Больше того, даже театральные постановки в некоторых библиотеках. Конечно, конечно. Какие-то чтения поэтические, литературные и так далее. Очень, конечно, все интересно. И в связи с этим больше становится все-таки людей, которые приходят и участвуют в таких мероприятиях или нет? Больше. Посетители, вот количество читателей. Больше становится. И разнообразнее идет контингент, и больше его становится, да. То есть привлекает еще и общение, да? Вот то, что могут там посетители между собой общаться или нет? Или это в принципе… Общение, фонд, потому что не каждую книжку возможно купить, а в библиотеке ты пошел, взял свободную. И потом у нас есть электронные библиотеки, элитрес, президентская библиотека, где можно найти различные книги, которые недоступны на полках, допустим, в бумажном варианте. Как выстраивается общение с читателями? Что вы ждете от горожан? Потому что вот я прочитала, что будет такое мероприятие, День дарения книг. Кстати, когда оно будет? Какого числа? 14 февраля проходит Международный день дарения книг. Книга дарения – это замечательный праздник. Цель его самая основная – это показать, что книга актуальна, бумажный вариант книги актуальна сегодня. И идея праздника пришла к нам из Соединенных Штатов Америки. Вместе с Днем влюбленных. Вместе с Днем влюбленных, да. И замечательный девиз такой, что дари книгу с любовью этого праздника. А какие книги вы ждете? Совсем любые-любые или что-то определенное? Но мы не только получаем в дар, но мы еще и дарим книги. Мы дарим книги нашим социальным партнерам. Это реабилитационные подростковые центры, детские сады, приюты разные, другие социальные учреждения. Поэтому от нас тоже получают подарки. А мы, конечно же, получаем подарки от наших дорогих читателей, от наших дорогих посетителей. Вот в этом году нас еще поздравят администрации различные городского округа Самары. Это Ленинский район, Кировский район, другие районы тоже присоединятся. В библиотеках проходят различные акции книгодарения. И мы дарим книги. Проходит такая акция «Букроссинг», которая называется. Она круглогодичная, не только 14 февраля. А 14 февраля эта идея праздника еще такова, что подарить хорошую книгу, именно ценную для тебя, что она что-то в себе еще несет, какой-то посыл. А есть редкие экземпляры, книги, которые вы тоже получили в дар, и хотите вот об этом рассказать? Вот что-то такое, что... Ну, это, наверное, авторские издания, которые авторы сами нам дарят. Это тоже очень часто происходит. И, конечно, книга с автографом, она всегда привлекательна. Да, ну, авторы и тоже заинтересованы сами, чтобы как можно больше читателей прочитало их произведения. Конечно, конечно. И поэтому им это тоже интересно. И чтобы книга оказалась на полке в библиотеке, конечно. Да, интересно. И эти акции, эти мероприятия у нас проходят в различных библиотеках. Ну, можно сказать, что 13 февраля в 13 библиотеке у нас будет акция «Подари ребенку книгу». Называется «14 февраля в Центральной городской библиотеке» пройдет. И также пройдет в 28 библиотеке. Приходите, будем рады. Приходите, приносите. Приносите, и мы вам тоже подарим. Акция же заключается в взаимном обмене книг. Что касается театра и литературы Австрии и России. Что это за проект? Почему? Возник в связи с чем такой интерес именно вот в этом году? Ну, это проект общества Рильки. Он был, ну, как бы рожден в прошлом году, в 19-м. И прошло замечательно, удачно в декабре месяце международный литературный фестиваль, который называется «Рильки, мелодия, вещей». И в этом году мы просто продолжаем как раз в рамках международного года литературы театра Австрии и России в 20-м году под поддержкой, при поддержке культурного фонда Австрии, форума Австрии. Мы проводим различные мероприятия. Это растянутый на весь год, достаточно большой цикл. И вот 5 февраля, как раз завтра, у нас стартует одно из блоков. Это круговая лекция, которую будет представлять не только российские филологи, российские ученые, но также и австрийские гости. И вот завтра у нас стартует первая лекция. А чему будет посвящена? Что же такого там интересного? Венскому модерну сегодня проблема языка в австрийской литературе 20-го века. Это достаточно серьезная тема, но она интересна всем, потому что наши нобелевские лауреаты тоже австрийцы, и они будут как бы в одной из рассматриваемых тем. Это достаточно интересно. А проблемы в литературе существуют? Какие-то проблемы? Наверное, не только в Австрии. А что это могут быть? Это проблемы понимания языка, скорее всего, как меняется язык литературы, как меняется художественный язык, потому что мы, конечно же, можем проследить, допустим, язык Пушкина и современный язык, он же изменился. Нельзя назвать проблемой, что это плохо. Проблема в понимании просто. Как понимают тот язык прошлый, как понимают современный язык. Также у нас будет цикл лекций продолжаться Николая Тимофеевича Рымаря. Называется «Поэзия. Попытка быть». Это рассматривает поэзию творчества Рильки, как погрузиться в нее, как лучше понять. Также будет воркшоп «Музей переживания». На основе стихотворения Рильки у нас будут нарисованы картины, написаны картины. И завершится все это 4-5 декабря 2020 года, вторым международным литературным фестивалем, на котором тоже будут присутствовать австрийские гости. Да, совмещение такое происходит. Это тенденция последнего времени, когда совмещается несколько видов искусств. Вот картин, живопись, допустим, литература, театр, литература, ну, много чего. Что касается все-таки Гарри Поттера, как это будет международная ночь? Это будет действительно вечернее мероприятие или переходящее еще и в ночь? Или как все это? Это действительно вечернее мероприятие. Вообще-то задумывалось достаточно. Она существует вообще уже 5 лет. Вот есть 7 книг, которые вышли. Первая из них вышла в 1997 году, достаточно уже давно. Наверное, ее название слышали все, даже кто ее не читал, самые известные. Первая книга всегда самая известная. «Гарри Поттер и философский камень». Потом прошло 10 лет. За эти 10 лет вышло еще 6 книг. И вот последняя, седьмая, вышла в 2007 году. То есть тоже достаточно давно. Имела все это бешеный успех. И, ну, не все вечно у нас. Интересно начало потихонечку спадать к книгам. И вот то издательство, благодаря которому мы как раз и получили историю взросления вот этого юного, храброго волшебника, решило немножечко этот интерес подогреть. И в 2014 году, то есть через 7 лет после выпуска последней книги, они объявили о проведении «Ночи Гарри Поттера». Пригласили библиотеки, пригласили магазины, школы к организации этого мероприятия. Конечно, преимущественно была Великобритания. Издательство в Лумбспире, очень известное британское издательство. Но удалось мероприятие. Прошло оно 5 февраля в первый раз 2015 года. То есть ему уже, в общем-то, 5 лет. И настолько понравилось, что присоединились множество стран. И так оно получило статус международный. Там был очень интересный посыл. Давайте мы дадим еще один шанс. И уже имеющимся поклонникам, и новым поклонникам. Еще раз разделить вот это волшебство того мира, который создала Джоан Роулинг. И, конечно же, привлечь новых читателей. Получилось. Так, а как все это будет выглядеть? Что это будет за мероприятие? Это будет волшебство. Это будет волшебство. Нет, я могу, конечно, приоткрыть. Да, чтобы заинтриговаться немного. Да, вот здесь как раз поклонники Гарри Поттера. Любых возрастов. Мы ждем всех. А любой человек, бабушка, мама, ребенок, одевайте на себя школьные мантии. Ну, фильм смотрели все равно большинство. И если даже отрывки, все помнят, что там такие будут замечательные черные школьные мантии. Надевайте их на себя. Берите в руки волшебную палочку. Берите с собой почтовых сов. И приходите к нам на наш очень интересный волшебный квест. Татьяна Анатольевна, покажите, что у вас вы принесли. Что это такое? Это, ну, как известно... Вы сказали сова, и я прям смотрю до глаза. Да, сова. Как известно. Любое событие, которое очень интересно, его очень трудно ждать. И вот мы поэтому решили скрасить это ожидание и объявили конкурс. Предложили в нем участвовать всем. Опять-таки, от мал до велика, потому что возраст самый разный. И маленькие детки. Вот это вот мальчику 10 лет. Он сделал вот эту замечательную сову. Зовут ее Букля. Это как раз та самая сова, которая носила письма Гарри Поттеру. Это полимерная глина. Такое совершенно чудесное существо. И есть работы, которые созданы совершенно взрослыми людьми. Поэтому без всяких ограничений. Творчество вдохновляет. Пожалуйста, да. Кто захочет принять в этом участие? Мы вообще объявляли до 5 февраля. То есть в ночь Гарри Поттера мы заканчиваем прием работы. Но скажу такую интересную вещь. Если вы захотите поучаствовать, увидеть вот эту замечательную сову, захотите принять участие в этом конкурсе, мы примем вашу работу, если вы нам напишете секретный пароль «Город С». Так. Со смущенность нашей программы. То, что вы здесь вот увидели, если вам это понравилось, пожалуйста, если у вас желание принять участие, то мы ждем всех. Замечательно. Борис Пастернак. Юбилейная дата. Хотелось бы узнать, какие мероприятия будут посвящены этой дате, где будут проходить, опять же. Да, действительно, Борис Пастернак – это крупнейший поэт, писатель, но и переводчик, и он тем и знаменит, что переводил еще и рильки, как раз относя к нашему международному фестивалю и году Австрии. Да, действительно, будут проходить ряд мероприятий, они будут проходить практически во всех библиотеках. И также нами разработана в Самарской муниципальной информационно-библиотечной системе разработана игра компьютерная, которая называется «Путешествие в поэзию» Борис Пастернак. Вы можете с ней подробности познакомиться на нашем сайте smips.ru. Пастернак будет проходить у нас везде, он будет присутствовать буквально во всех библиотеках. В Центральной городской библиотеке 10 февраля у нас состоится батл, «Пастернак батл», который называется. Поэтические вечера будут проходить в 23-м филиале. Так что приходите, пожалуйста, будет очень интересно. А лекции? Вообще, конечно же, чтобы идти на мероприятие, нужно заранее подготовиться. Вот что вы порекомендуете? Как подготовиться вот к таким встречам в библиотеках? Вот что нужно? Побольше узнать? Да, наверное, просто настроиться нужно, прочувствовать атмосферу. Возможно, почитать стихи Пастернака. Можно ранние начать с них, потому что они, как правило, все ранние произведения, они легче воспринимаются, легче знакомятся с автором через его ранние стихи. Почитайте переводы Рильке тоже, познакомитесь заодно. Но, может быть, захотите через Пастернака познакомиться и Рильке ближе. Потому что Пастернак считается самым тонким переводчиком Рильки. Он очень тонко почувствовал мироощущение поэта, взглянул в его пространство и смог передать его через слово. Это замечательно. И сам Пастернак писал, что все мои тексты – это переводы Рильки. Абсолютно такое чувствование, такое сопереживание. И сотворчество, так скажем. В библиотеке и библиотекарь, в частности, они могут выступать таким индикатором, да, что читают, что популярно, что сегодня востребовано в литературе. Вы можете сказать, посетители ваших библиотек приходят, что выбирают, заказывают, что читают вообще, что сегодня популярно. И это же может много рассказать и о людях, об обществе, о настроении и так далее. Целое социологическое исследование можно проводить. У нас есть некоторая особенность в нашей библиотеке. Мы библиотеки семейного чтения. Поэтому у нас все возрастают. И мы очень рады, когда приходит мама с ребенком, или приходит бабушка с внуком. Мы очень рады, когда они берут ту книгу, которую будут читать вместе. Это, конечно, совершенно бессмертные книги. Они книги на все времена, вот Денискины рассказывали, никогда не перестанут читать. И она всегда популярна. Всегда популярна «Незнайка» Носова. Причем он еще и сейчас актуален. Вот попробуйте, перечитайте «Незнайка на Луне». Это же полное предсказание современного момента. Мы так заинтриговали. Надо перечитать. Из современных очень нравится нашим читателям книжка «Как я воспитываю папу». То есть не только родители воспитывают своих детей. В общении ребенок тоже воспитывает своих родителей. И вот Барановский написал такую замечательную книгу «Я воспитываю папу». У нее есть еще и продолжение «Собачий вальс». Такое замечательное взаимоотношение папы и ребенка. — Ее читают дети или родители? — Ее читают вместе. — И все, и те, и другие. — Ее читают вместе. — Просто мне показалось, что дети читают, чтобы научиться, как воспитываются родители. — Нет, а это взаимный процесс. Соответственно, родители читают и учатся, как же их дети их воспитывают. Им тоже это можно узнать родители. — Да, семейное чтение. — Да, очень нравится книжка про бабаку Косточкину. Написала ее писатель Никольская. «Бабака» — это не бабка, а это вот как дети иногда говорят «Собака». «Бабака» Косточкина фамилия такая. Очень нравится нашим ребятишкам и родителям. То есть все наши усилия именно направлены на то, чтобы вернуть вот эту традицию семейного чтения. Она утрачена несколько. — Вот как раз хотела спросить, эта традиция, вот когда читали раньше, это было действительно в традициях перед сном, детям читали книги. — То есть она сейчас уходит, да? Вот вы замечаете это, об этом говорите или что? — Я бы сказала, что она начинает возвращаться. То есть где-то вот начало двухтысячных она почти ушла. То есть вот эти все сложности в нашей жизни, они немножечко вот так повлияли на то, что и воспитание детей немножко как-то поменялось, да, и книжки, ну что это, вон интернет, вон, иди читай. Сейчас это начинает возвращаться. Мы очень этому рады и надеемся, что мы тоже какой-то вклад в это вносим. — Да-да-да, важна сама атмосфера вот этого чтения. И, Инна Александровна, хотела у вас поинтересоваться, когда детям, ну понятно, что каждое ребёнок индивидуально, нужно начинать самому читать. — Наверное. — Как методист, вот подскажите, потому что иногда вот начинает чуть ли там два-три года, и вот пичкать его буквами, составляя слова. Вот как? — Чем раньше, тем лучше. — Лучше всё-таки, да? Не навредит это? — Не навредит в плане знакомства с книгой. Чем раньше, тем лучше знакомиться с книгой, что книга есть. И, конечно же, лучше всего для этого подходит наш бумажный вариант. Он рассматривает картинки, у него начинается процесс воображения, он сочиняет сам истории, ребёнок воспринимает совершенно другой мир, и он познаёт, что есть другой мир, кроме мультиков, кроме телевизиона. Это открывает для себя безграничное пространство. Поэтому это очень важно, знакомить чем раньше, тем лучше с книгой. Но вообще, чтение вслух для ребёнка, который сейчас тоже уходит у нас, или чтение по ролям родителей и ребёнка, это замечательно. И сам процесс чтения способствует оккультуриванию человека. Человек не может стать человеком без чтения. Мы тогда не будем людьми просто-напросто, культурными людьми в первую очередь. И поэтому эти процессы, они должны быть, и чем раньше они происходят, тем лучше. Ваши любимые поэты и писатели. Какие? Вот лично ваши, вот кто вас вдохновляет и погружает в свой мир? Ну, это, конечно же, рильки. Вот. Это, конечно, но, тем не менее, я бы хотела тоже вернуться к классике. У нас вот недавно совершенно прошла в рамках проекта «Литмеханика» лекция по Льва Николаевича Толстого, Анна Каренина. И вы знаете, на это произведение можно посмотреть с другой стороны. Казалось бы, уже все всё знают. Но там очень много сокрытых источников, сокрытых тем. И если вы посмотрите на это произведение как на книгу радости, как на роман радости, как на роман о счастье, вы её прочитаете совершенно по-другому. И поверьте, что там можно найти очень много о счастье. Тем более, что сам Львов Николаевич писал, что все семьи у нас несчастливы по-своему, а все семьи счастливы по-разному. Да, ну с этим, кстати, вот в справедливости ради спорят, да, вот с этим выражением Толстого, оспаривают его, потому что не все это воспринимают. Ну вот, может, у нас на «Литмеханике» группе ВК посмотреть прямую трансляцию с лекцией? Очень интересно, на самом деле. И узнаете, что оно неоспоримо, и, скорее всего, вы с этим согласитесь. Ну, парадоксальное заявление, потому что, если посмотреть на финал книги, да, и, казалось бы, где тут счастье, потому что сразу нас как-то вот обращает именно к истории, чем закончилась эта история, и тут мы счастья вообще не видим ни у одного из героев. Где его найти, как, это удивительно. Наверное, счастье мы еще по-разному понимаем, потому что счастье – это то, что мы пытаемся ухватить, это счастье, за чем мы гонимся. И не всегда то счастье, за которым оно призрачное, такое иллюзорное, и что мы воспринимаем как вот счастье, что оно на самом деле есть счастье. Счастье на самом деле гораздо ближе. К нам. Оно у нас в каждом, каждый миг происходит. Да, счастье от того даже, что вот мы есть здесь, сейчас, что мы в этом мире живем, существуем, и мы можем вот этим всем наслаждаться и пользоваться культурой, искусством, литературой, ну и всем-всем. Раз спросила у Инны Александровны, Татьяна Анатольевна, расскажите о своих любимых поэтах-писателях, кто вас вдохновил? Мне очень нравится «Серебряный век». Вот видите, какой разный факт. Эта писательница, несколько слов, раз уж она выпустила столько книг популярных во всем мире, нужно сказать о ее судьбе, которая, прямо скажем, сложная, и именно это дало ей толчок к такому вот развитию литературному. Ну, да, надо сказать, что вообще книги появились совершенно случайно. Просто она отправлялась в путешествие именно с того вокзала Кинг-Кросс, который находится в Лондоне, опоздал поезд, надо было чем-то себя занять, и она просто так начала фантазировать. Вот появился такой мальчик, который садится здесь вот на магической таинственной платформе, 9-3 четверти, садится в поезд, уезжает в какую-то волшебную страну. Это совершенно случайная идея, и начала писать, она ни на что не надеясь, в общем-то, эту книгу, она очень долго над ней думала, долго ее писала.